26 декабря 2004 года. Под ударом страшного цунами одновременно погибли сотни тысяч людей. Вскоре после этой жуткой катастрофы астрономы обнаружили на Солнце странное явление. На короткое время Солнце превратилось в настоящий ад. Оказалось, существует зловещая закономерность. После катастроф, в которых гибли тысячи людей, на Солнце возникают жуткие картины. Официальная наука не смогла найти объяснение этому факту. Но, возможно, Солнце это и есть то самое чистилище, своеобразный сортировочный пункт, куда попадают души после смерти. Согласно религиозным учениям, после смерти души большинства людей попадают на небо, где и находится рай. Долгое время считалось, что все это не более чем мифы. И на больших высотах над Землей нет ничего, кроме разреженной атмосферы. Однако недавно ученые сделали сенсационное открытие. На высоте более 150 километров обитают так называемые эльфы и красные призраки. Никто не знает механизма работы этих эльфов. И, к слову сказать, даже само название, какое именно наградили это явление, косвенно где-то характеризует отношение ученых. К тому, что они открыли, это действительно нечто пока что завораживающее и удивительное. Ученые строят гипотезы, что красные призраки это гигантские молнии. Мистики уверены, что эльфы и призраки это только часть потустороннего мира, который называется рай. И если это рай, то значит там обитают ангелы и души умерших. 1 мая 1982 года. На экране советских радаров появляется цель из подозрительных объектов, которые двигаются со стороны Ирана. В воздух поднимаются самолеты-перехватчики. На мониторах видно, как истребители приближаются к нарушителям границы. Но тут происходит невероятное. Летчики сообщают, небо чистое, нарушителей нет. Однако радары показывали, странные невидимые объекты по-прежнему находятся рядом с истребителями. Военные инженеры предположили, что загадочное явление вызвал так называемый паразитный сигнал. Под словом паразит подразумевается некая помеха, которая мешает работе, главной, основной задаче радара засечь какой-то искусственный объект, засечь цель. Военные считали, что помехи могли возникнуть также из-за неполадок радара. Однако тщательная проверка показала, что все работает исправно. А вскоре таинственное явление повторилось вновь. Радар непременно выхватывал из абсолютно чистого ясного неба, где, казалось бы, визуально, ничего в небе не существовало, он выхватывал некие пятна, ну, очень похожие визуально на облака. Их так и назвали – радиооблака. Дальнейшее исследование таинственных радиооблаков привело к еще более удивительным результатам. Эти объекты вели себя словно живые существа. Были эпизоды, когда ученые сравнивали поведение этих радиооблаков с поведением животных. Вот четыре маленьких облака идут в одну сторону, с кем навстречу движется одно и большое. Вот, когда они сближаются, то четыре крошки, значит, поворачивают и в панике разбегаются. Радиооблака чаще всего появляются весной, в начале мая и осенью, в конце октября. Именно на это время приходятся самые загадочные праздники – Вальпургиевы ночь и Хэллоуин. Грань между миром материальным и духовным, или миром мистическим, становится тоньше и тоньше. Соответственно, люди готовы выходить в контакт и выходят в контакт именно вот в эти периоды. Первое ноября 1991 года. Италия. Трое подростков втайне от взрослых проводят спиритический сеанс. Пятнадцатилетняя Мария Рай и двое других юных спиритов пытаются связаться со своей подругой, которая месяц назад покончила с собой при загадочных обстоятельствах. После произнесения заклинаний, которые подростки вычитали в книге по спиритизму, они услышали громкий стук, будто кто-то бил по крышке стола. Неожиданно погасли почти все свечи. На стол, словно из воздуха, стала капать кровь. Спириты любители испугались и решили прекратить сеанс. Девушки посмотрели на то место, где сидела Мария Рай, и застыли от ужаса. Они увидели страшную картину. Мария Рай каталась по полу и страшно кричала. Из носа шла кровь. Девушки пытались помочь Марии, но та продолжала биться в страшных конвульсиях. Когда человек во время спиритического сеанса входит в некоторое состояние, в состояние медитации или в состояние такого открытия, становится медиум, то он допускает в себя, в свое сознание, естественно, тот дух, с которым он контактирует. Конечно же, если человек не подготовлен, конечно же, человек, если в данный момент ослаблен, с ним могут произойти самые невероятные вещи. Мать Марии решила обратиться к священнику, чтобы тот изгнал из девушки, вселившийся в нее дух. Помочь ей согласился только один священник – Гунтана Виглиота. Готовясь к ритуалу, Гунтана не подозревал, что обряд закончится кровавой трагедией. Обычно такие опасные сеансы экзорцист проводит вместе с ассистентами, так как в одиночку проводить – это очень опасно. После чтения первых очищающих молитв, все присутствующие почувствовали нестерпимый запах серого водорода. Мать одержимой девушки выбежала из комнаты, чтобы открыть все двери и окна в доме. Но когда вернулась, то закричала от ужаса. На полу лежал окровавленный труп священника. Его тело было буквально разорвано на куски. Когда Мария пришла в сознание, она не помнила, что с ней произошло. Криминалисты так и не смогли установить точную причину смерти священника. Однако эзотерики считают, что Гунтана Виглеота был убит духом умершего, которого вызвали из потустороннего мира. Во время спиритических сеансов с ним стирается грань между миром живых и миром мертвых, потому что дух вызываемый, он уже находится в том потустороннем мире. И при совершении определенных манипуляций и энергетике самого спирита открывается как раз вот этот портал между мирами. Нередко во время спиритических сеансов люди видели духов умерших. Большинство ученых долгое время считало, что это не более чем галлюцинации, которые вызывались особым растением, входящим в состав колдовских снадобий. Настрадамус тоже его упоминает. В раннем издании его сборника кулинарных рецептов приведен состав любовного эликсира, в состав который входит и яблоко мандрагоры, клубень. Значит, с современной точки зрения мандрагора – это очень опасное вещество. Оно действительно вызывает, скажем так, изменения в сознании. Воздействием мандрагоры действительно можно объяснить ряд примеров удачной материализации духов. Но были случаи, когда оккультисты не использовали мандрагору во время ритуалов и все же видели призраков. Вот эти оптические иллюзии и различные эффекты, которые кажутся волшебными, на самом деле имеют под собой реальную, совершенно физическую основу в виде света, особенностей природы света и механизма зрения. В древности считалось, что именно при помощи специального магического зеркала можно вызвать дух умершего. В руки ученых попало одно из таких магических зеркал. Тщательное исследование показало, что зеркало действительно волшебное. Но в этом волшебстве нет никакой мистики, только невероятное умение древних мастеров, которые нанесли на тыльную сторону зеркала незаметный рисунок. Вот я сейчас попробую вам продемонстрировать это китайское чудо на примере вот как раз этого самого зеркала. Снова положим в позицию, когда полированная сторона смотрит на нас. Уберем лишний свет. Вот рефлекс будем ловить вот на эту папиросную бумагу. И вот если мы теперь светим на полированную сторону, то мы видим в рефлексе узор тыльной стороны. И это волшебное изображение. Иногда узор геометрический, иногда Будда, иногда дракон. Он, конечно, вызывал такой священный трепет у китайцев. Они там молились этим в зеркалах. Однако некоторые случаи общения с духами ученые до сих пор не могут объяснить. Феликс Эльдемуров уверен, что вступить в контакт с духами можно при помощи листа бумаги. Мне так посчастливилось. Жил в той самой комнате, которую для меня занимал поэт Николай Заболоцкий. И мне было интересно поговорить с духом предыдущего хозяина. Он сказал, вскрой порог. Под порогом лежат деньги. И эти деньги имеют ценность большую. Ну и, естественно, как человек здравомыслящий, тоже вскрыл порог. Нашел там монету. Три копейки 37-го года. Я об этом поместил заметку в журнале «Наука и религия». Через несколько месяцев после проведения спиритического сеанса Феликс Эльдемуров получил странное сообщение. На этот раз оно было не от духов. Пришло письмо одного коллекционера, который говорит, дорогой Феликс Петрович, вы знаете, что это монета чрезвычайной ценности. И назвал там сумму довольно большую. Так что вас дух не обманул. Еще более удивительные предсказания сделал во время сеанса дух Михаила Булгакова, автора романа «Мастер и Маргарита». В ответ на то, что ждет Россия в 91-м годе, 92-м годе, будет ли, наконец, улучшение? Он сказал, будет хуже. И значительно хуже. И скоро начнется большая война. И будет много погибших. И, скорее всего, виновником войны будет некий человек с Кавказа. Вот так. Таким образом, провозвестив Чеченскую войну. Эзотерики считают, что в потустороннем мире души могут беспрепятственно путешествовать во времени. Поэтому им известны тайны грядущего. Императрица Австрии Елизавета Баварская стала интересоваться спиритизмом после страшной трагедии. Ее единственный сын Рудольф покончил с собой 30 января 1889 года. Во время спиритических сеансов императрица пыталась связаться с духом погибшего сына. Елизавета Баварская делала определенные предсказания. Скорее всего, она делала на основе той информации, которую получала во время сеансов, во время общения с духами. Императрица Австрии с точностью до нескольких дней предсказала начало Первой мировой войны и огромное количество жертв, которое вызовет таинственный желтый туман. 22 апреля 1915 года началась первая в истории человечества химическая атака. Немцы пустили на французские позиции ядовитый газ, образованный из паров хлора. Газ был зелено-желтого цвета. Спиритизм только один из способов контакта с умершими. Наиболее древние методики общения с представителями потустороннего мира обладают шаманы. Илья Сыгляни – известный исследователь аномальных явлений. Несколько лет назад он не только стал свидетелем тайного ритуала, который проводили сибирские шаманы, но также сумел сфотографировать гостя из мира мертвых. Собирали информацию о местной аномальной зоне, общались с местными жителями, вели наблюдения, как дневное, так и ночное. И у меня был фотоаппарат с собой. Я вышел в районе пяти вечера на улицу и начал просто фотографировать лес. А как раз рядом, там постоянно собираются шаманские племена, у них там был какой-то праздник. Илья сделал несколько фотографий этого шаманского ритуала. На первый взгляд там не происходило ничего аномального. Шаман бил в бубен и выкрикивал заклинания. Но когда Илья решил просмотреть отснятые фотографии, то был потрясен. Видел, как на фоне этих шаманов появились полупрозрачные силуэты, которые глазом я не видел. Притом из трех снимков они проявились на одном. И что самое интересное, это не дефект пленки, не пыль на объективе. Это как раз, как я предполагаю, некие духи. Как позже выяснилось, шаман в это время пытался войти в контакт с душами предков, чтобы они помогли ему исцелить больного. Однако сами шаманы совершают такие ритуалы крайне редко. Ведь общение с мертвыми очень опасно. Вызванный из потустороннего мира дух может вселиться в тело того, кто побеспокоил мертвеца. Михаил круто считает, что случаи, когда умершая душа пытается завладеть телом живого человека, не так уж и редки. Особенно опасны души тех, кто был убит или покончил жизнь самоубийством. Суицидные люди, они неприкаянные, они остаются на земле. Есть, которые действительно теряют свою оболочку, и они становятся как бы вот уже злыми и ищут способ внедриться в самого человека. Все привычки и повадки человека, который жил на земле, они могут оказаться в том же духе. Вселяясь в тело человека, проникая, они живут теми же, как бы проживают свою жизнь, только уже в оболочке другого человека. По мнению Михаила, многие случаи психических болезней, которые не поддаются лечению, объясняются именно тем, что тело человека пытается захватить душа самоубийцы. Если этот дух не изгнать, то одержимого, скорее всего, его ждет неминуемая смерть. Пример это выглядит так, что человек выходит на балкон и видит перед собой дорогу. И он шагает по этой дороге. На самом деле там балкон. В Ивана Кулебякина вселился дух, который чуть не довел его самого до самоубийства. Чуть не выбросился с моста. Подошел к мосту, но какое-то на подсознание говорит, не надо этого делать, ты еще нужен людям, которым должен помогать. Но вот какое-то отчуждение, какое-то давление, какая-то непонятная ситуация во мне голосила, кто-то как бы руководил моим подсознанием. Чтобы избавиться от вселившегося духа, Иван перепробовал множество способов нетрадиционного лечения. Но все было бесполезно. Тогда Иван решил обратиться к тому, кто умеет изгонять духов. Я чувствовал какое-то непонятное воздействие. Шло тепло по организму, что-то из меня выходило. Потом я потерял сознание и ничего не помню. Очищается духи душа, тонкие тела плоти твоих. Сознание и подсознание. Но когда закончился сеанс, я себя почувствовал лучше. Как видите, мне хорошо. И надо мной опять чистое небо. К сожалению, обряд освобождения человеческого тела от вселившегося духа не всегда заканчивается успехом. Не нужно пытаться проникнуть в потусторонний мир. Однако захватывающие рассказы тех, кто оказался на том свете и вернулся назад, вызывают желание хоть на мгновение побывать за гранью обычного мира. Илья Дунаевский уверен, что человек может справиться с любой болезнью. Ведь сам он восстал из мертвых. Несколько лет назад Илья попал в страшную автомобильную аварию. Я там пролетел, насколько я помню, где-то, может быть, метров 10-15 и, по сути дела, головой воткнулся в асфальт. Но очень странно, потому что у меня на как бы внешних повреждений вообще никаких не было. И я потерял сознание. Илье показалось, что он проваливается в бездну. Вдруг тьма озарилась сиянием. Илья был полностью увлечен этим путешествием. Он не знал, что в этот момент врачи безуспешно пытаются вывести его из состояния клинической смерти. Илья чувствовал, это странное путешествие изменит его навсегда. Было ощущение, что решается что-то важное. Потом я уже оттуда выплыл. После очередного разряда током сердце Ильи забилось вновь. Дунаевский был мертв более пяти минут. И врачи опасались, что это вызовет необратимые изменения в мозгу пациента, что превратит его в беспомощного инвалида. Медики оказались правы. Но только в том, что мозг Ильи Дунаевского перестал быть таким, как прежде. Самое интересное, что после операции первое, что у меня так очень качественно сформировалось, это желание читать. Так как я был таким хулиганом, и читать я активно не любил, то вот как раз после операции у меня возник такой прям, прям такой голый чтение. Я не знаю, очень много книг перечитал уже в больнице. Я прям требовал, чтобы их носили. И пока я не мог там двигаться. Илья пытался разобраться, что же произошло с ним в момент клинической смерти. Вскоре проявился еще один удивительный феномен. Дунаевский мог видеть энергетику людей и в первую очередь замечать любые патологии. Болезнь я видел просто как черные пятна. И когда мне с умным видом люди рассказывали, что у них там проблема с печенью или какая-нибудь дискинезия желчеводящих путей, я с умным видом делал, что я все понимал. Но как бы доверял я только своему видению, и все, больше ничему. Илья чувствовал, что способен не только видеть болезнь, но и лечить. Случай Ильи Дунаевского не уникален. Многие, кто умерли и воскресли, получили уникальные способности. Еще до появления медицинской реанимации были известны случаи, когда человек испытывал клиническую смерть во время удара молнии или во время какого-либо другого происшествия. После этого человек оживал, возвращался к нормальной жизни, но у него появлялись мистические способности. Не только эзотерики, но и ученые согласны с тем, что даже кратковременная клиническая смерть способна навсегда изменить человека, пробудить в нем неведомые ранее способности. После уже аварии я стал немного другим человеком. Как говорил мой хирург, что у него практически всегда возникали случаи, когда люди становились представителями искусств, художники, поэты. Ученые считают, что дело тут не в чудесах потустороннего мира, а в свойствах головного мозга. Исследования показали, что у многих людей после клинической смерти в головном мозгу образуются аномальные энергетические потоки. Я предполагаю, что во всех случаях, когда формируется энергетический поток, он говорит о том, что свойства сознания проявляются и за пределами мозга человека. В этом случае сознание способно отделяться от тела и совершать так называемые астральные путешествия. Вадим Чернобров исследует аномальные явления. на счету Черноброва сотни экспедиций, в которых ему приходилось рисковать жизнью. В одной из поездок Вадим получил тяжелую травму. Я потерял 4,5 литра крови, то есть, что такое высушенный человек, человек, с которого слили всю жидкость, как мотор, из которого слили все масло. Восемь дней Вадим находился в реанимации. За это время врачи несколько раз диагностировали клиническую смерть. В момент, когда приборы фиксировали остановку сердца, Вадим чувствовал то, что его душа поднимается вверх, в сторону яркого, слепящего света. Я начал управлять движением вот этого беспорядочного болтающегося нечто под названием мое сознание, и я начал даже летать, передвигаться туда, куда я хотел. И через некоторые, на вторые, на третьи уже сутки, я уже целенаправленно куда хотел, туда и направлялся. Раньше Вадим довольно часто путешествовал на маленьких самолетах, в кабине рядом с пилотом. И сейчас у него было ощущение, что он летит на небольшой высоте. Только в отличие от реального полета, во время своего астрального путешествия, Вадим был не скован земными законами и мог совершить любой маневр. Старался найти нужную улицу, нужный дом, залететь в квартиру, посмотреть, что там находится. Позже уже, через несколько дней, через несколько недель я с этими людьми общался, рассказывал о том, что я у них был. Они меня, естественно, не верили, переспрашивали, а какую перестановку мебели мы сделали, какие обои мы поклеили, а что у меня висело в комнате и так далее. Вот почти все я, по крайней мере, то, что запомнил, я отвечал правильно. Большинство людей переживают опыт астрального путешествия в состоянии клинической смерти. Однако, существуют методики, которые позволяют проникнуть в потусторонний мир и не умирая. Но такое путешествие таит в себе серьезную опасность. Если кто-то прочитает объявления в газетах, учу выходу из тела, учу полетам в Астралии и прочим таким очень увлекательным занятиям, я хочу таких людей предупредить, что ничего в мире не дается бесплатно, и такие полеты, если их можно назвать полетами, могут привести к очень тяжелым последствиям. О том, что душа человека способна совершать астральные путешествия, Тея Бланкина узнала, читая книгу по эзотерике. В тексте описывались впечатляющие картины. Приводились также подробные инструкции, как быстро и по уверениям авторов безопасно отделить душу от тела. Тея попробовала проверить на практике, действительно ли возможно покинуть свое тело, просто расслабившись и совершив небольшую медитацию. И буквально через какое-то время, я даже не помню момент, когда я отключилась, в общем, так получилось, что я вижу себя со стороны. Сознание Теи действительно покинуло тело, но это не испугало девушку. Наоборот, чувство необычной легкости вызывало восторг. Квартира исчезла и открылось пространство космоса. Тея поняла, что может летать и устремилась к яркой звезде, которая сияла в космическом пространстве. Но вскоре этот астральный полет стал пугать, захотелось вновь вернуться на Землю. Я просто билась в тело билась и не могла внутрь попасть. Это настолько шокирующе, что вроде ты такой, который может проходить через сены и преодолевать все-таки подобное препятствие, и в то же время ты не можешь попасть в собственное тело. Тея подумала, что ее душа покинула тело навсегда. И тогда девушка решила испробовать последнее средство. Я начала просить, я начала говорить, что простите, что я по незнанию, простите, что вот я начала делать туда, делать то, что о чем не имею понятия, и экспериментировать с такими вещами, и простите. Обращение к высшим силам помогло. Тея вернулась в свое тело. Но вместо чувства радости Тея испытала противоположные эмоции. Было ощущение, как будто подо мной многотонный магнит, который просто меня к полу приковал, и я не могу двинуть ни рукой, ни ногой. Я не могу встать. И это было ужасное ощущение, потому что ты понимаешь, что ты собой не владеешь, ты собой не руководишь. Специалисты считают, что Тея еще очень повезло, ведь самостоятельные астральные путешествия таят в себе огромную опасность. Во время астрального путешествия человек абсолютно беззащитен, и он тоже может быть захвачен другими астральными сущностями. Уже на следующий день после астрального путешествия Тея казалось, что жуткие вчерашние приключения не более чем страшный сон. Жизнь возвращалась в привычное русло. Но вскоре Тея узнала, что путешествие в потусторонний мир не прошло для нее даром. У меня начались очень странные сны сниться мне стали. Очень странные сниться. Один и тот же сон мне снился целый год, каждый день. Я боялась засыпать. Я точно знала, что я засну, и этот сон мне приснился. Я просыпалась в холодном поту. Это был жуткий сон. Тея снился старик, облаченный в длинную черную одежду с капюшоном. Он хватал ее и пытался задушить. По описанию этот монах больше походит и подходит именно на этого демона низшего уровня. Потусторонний мир жестоко наказывает тех, кто раньше времени пытается проникнуть на его территорию. Полтергейст. Это еще одно загадочное явление, которое связано с пришельцами из потустороннего мира. Специалисты считают, что полтергейст вызывает души умерших, которые состоят из мельчайших частиц. Мы понимаем, что под этим есть определенная сущность, под этим есть определенная физика, я бы сказал так. Значит, сейчас мы пытаемся эту физику нащупать. И наиболее интересные вещи связаны с квантово-механическими интерпретациями. Если наши души состоят из материальных частиц, то значит, они способны влиять на окружающие предметы. Возможно, именно этим объясняется явление полтергейста. Актер и певец Александр Данко на своем опыте убедился, полтергейст действительно существует. Несколько месяцев назад Александр купил новую квартиру в историческом центре Москвы. Здесь стоял в дальнейшем достаточно большой монастырь Никола на ямах. Он вот так вот назывался. И он в дальнейшем разрастался. Конечно же, здесь было монастырское кладбище. Однако, недобрая слава этого места не пугала Фадеева. В новой квартире Александру было комфортно. Живой огонь в камине успокаивал после трудного дня. Но вскоре началась настоящая чертовщина. Вот такого же плана картина, только здесь она прямоугольная, а эта картина была квадратная. Но размер действительно такой же. Вот это вот висит, а здесь вот висела эта картина. Тут она была черного абсолютно цвета. Там был такой черный человек. Какой надежный совершенно гвоздь был. Трос такой был железный такой натянутый. Она вот бабахнула. Прямо и упала так на шок упала. Шпроткнула. А потом в камине сам по себе вспыхнул огонь. Чертовщина прекратилась только тогда, когда к Александру пришел друг, чтобы отрепетировать новую песню. Однако позже, когда гость ушел, Полтергейст вновь напомнил о себе. Я чувствовал физическое ощущение. Меня довели до экстаза страха, причем такого, что у меня челюсть парализовала, и мне хотелось окрикнуть что-то, но полный паралич, и в самый апогей, ужас, меня за голову кто-то взял. Тут я такой выскочил из этого состояния. Наверное, не выскочил, я бы там вымер бы от разрыва сердца, серьезно. На протяжении столетий ученые пытаются ответить на вопрос, продолжает ли жить душа после физической гибели человека. Ради этого исследователи готовы заглянуть в глаза самой смерти. Многие наши солидные анатомы, ученые и так далее присутствовали при смертной казни, чтобы решить, когда и что и как человек расстается с телом. В 70-х годах прошлого столетия в научном сообществе появилась информация о группе американских исследователей смерти. Экспериментаторы по сути убивали друг друга, а потом пытались реанимировать. Цель этих опытов узнать, есть ли жизнь после смерти. Рискованные эксперименты были прекращены полицией. Однако примерно в это же время начались другие, более безопасные, но не менее захватывающие исследования. нейрофизиолог Джон Лилли со своим товарищем решили исследовать, что будет происходить с мозгом в отсутствии всех внешних на него действий. Было предположение, что мозг впадает в этот момент в кому. Для проведения подобных исследований была разработана специальная капсула из материала, который отсекал все посторонние звуки. Внутри капсулы находилась ванная, наполненная соленой водой, которая подогревалась до температуры тела. Благодаря всем этим факторам достигался удивительный эффект. Человек не чувствует разницы средств, висит как бы в невесомости и изолировано от всех звуков. И в камере еще абсолютно темно. То есть мы помогаем достичь такого состояния, когда не отвлекает никакие внешние факторы. Человек не отвлекается ни на звуки, ни на свет. Отсутствие звука, полная темнота, невесомость. Примерно такие ощущения испытывает головной мозг, находясь на пороге смерти. Ученые были уверены, что человек, который окажется в подобной капсуле, неминуемо потеряет сознание. Однако первый же эксперимент привел к удивительным результатам. Мозг не впадает в кому и не перестает действовать, а наоборот начинает работать более активно, в более творческом режиме. Многие, кто побывал в этой капсуле, которая сейчас носит название флоут-камера, испытывали удивительные ощущения. Я ощущала движение змеи по позвоночнику, вот такое, от копчика до макушки, шло, как бы вытягивая позвоночник. Согласно тибетской книге мертвых, именно такое ощущение в позвоночнике говорит о том, что душа выходит из тела. Мистикам также давно известно, что ощущение ползущей змеи быстро сменяется удивительными видениями. картинки какие-то такие вот космические что-то летало, то потом это стало как-то свет фокусироваться стал в центре, на периферии такое темные пятна, и вот этот свет, можно сказать, вот в конце, когда уже такое полное спокойствие, в конце очень яркая точка все равно оставалась. Художница Ирина Губарева запомнила то, что происходило с ней внутри флоут-камеры, и теперь переносит эти видения на холст. образы, которые возникают у людей во флоут-камере те же самые, что и у переживших клиническую смерть. Довольно однотипная реакция это ощущение туннеля, ощущение ярких вспышек света в конце туннеля, это так реагируют наши рецепторы. Ну и во многом эти ситуации описываются теми, кто испытал состояние клинической смерти. Еще один способ попытаться подсмотреть, что происходит в потустороннем мире, это оказаться на территории так называемой аномальной зоны. Кузьминки для многих москвичей любимое место для прогулок и занятий спортом. Большинство отдыхающих и не подозревают, что этот парк мощнейшая аномальная зона. Еще до появления на Руси христианства здесь находилось капище языческого божества Чернобога. Чернобог был в общем-то богом ну скажем двойственным и темным ему приносились жертвы и это место соответственно как бы насыщено вот душами тех принесенных в жертву людей за многие века и возможно что они оказались неким образом прикованы к этому месту. Исследователи паранормальных феноменов Илья Саглиани и Вячеслав Климов обнаружили несколько эпицентров энергетической активности на территории Кузьминок. Приборы показали это одна из самых мощных аномальных зон в России. Также над этой усадьбой действительно был реальный случай даже на видеозапись зафиксировали как зависли два шара они светились оранжевым светом очень ярким и где-то наблюдение было в районе трех с половиной минут то есть это все быстро было эти шары что самое интересное вот они зависли и начали плавное движение при том у них была очень ровная траектория они перестраивались друг с другом взаимодействовали то есть такое ощущение что так называемые плазмоиды имеют некую разумность природа плазмоидов не изучена до сих пор некоторые высказывают предположение что плазмоиды это особый род шаровых молний другие отстаивают более смелые гипотезы плазмоиды это некие разумные субстанции некий микромир такой есть предположение что это вообще солнечная цивилизация на сегодняшний день нет четкого определения что такое плазмоид но мы можем предположить что плазмоиды могут проявляться в тех местах где огромное количество неупокоенных душ уникальная энергетика кузьминок позволяет увидеть то что происходит в потустороннем мире на входе в парк всех посетителей встречают загадочные существа грифоны они охраняют как раз вот эту тонкую грань которая находится между небом и землей между тонким миром и нашим материальным миром мистики считают что грифон может перемещаться между разными мирами между миром живых и миром мертвых согласно историческим данным кузьминские грифоны были отлиты по приказу князя Голицына князь покровительствовал масоном и по мнению историков был членом тайного общества символ которого был грифон адепты этого общества искали способ связаться с потусторонним миром и для своих оккультных опытов использовали секретную лабораторию которая находилась на территории кузьминок кузьминских парк является предпереходным местом или так называемым порталом в иной параллельности и тот кто окажется рядом с подобным порталом может проникнуть в потусторонний мир для съемок нового клипа Сергей вместе с друзьями искали заброшенный или недостроенный дом подходящее место удалось найти только на окраине Москвы отправляясь на место съемки музыканты не подозревали что рядом с недостроенным домом находится сильнейшая аномальная зона когда мы только начали сниматься как мы только начали снимать наш видеоклип сразу же лично у меня жутко заболела голова тоже и появилась некая раздражительность на все дубль следовал за дублем но каждый раз происходила какая-нибудь накладка приходилось все переснимать но вскоре случилось то что положило конец съемке на середине песни у бас-гитариста вылетела из рук гитара и со всей силы ударилась о бетон соответственно гитара уже непригодная для съемок она тоже не подходит нужно новую гитару это нужно другой день для съемок я не выдержал уже на него наорал просто чуть ли не до драки дело дошло оставалась надежда что клип можно будет смонтировать из того материала что успела отснять видеокамера но когда ребята попытались посмотреть видео их ждал новый неприятный сюрприз включили ни одного файла и мы просто не знали что и сказать потому что на самом деле все подумали это просто приколом шуткой то что весь наш день оказался зря то что мы туда поехали это все зря то что мы снимали то что мы тратили деньги на все это все оказалось зря но тут уже все никто не выдержал все переругались на следующий день Сергей нашел в интернете информацию по аномальной зоне на территории которой находилось недостроенное здание и понял что для съемок клипа лучше подыскать другое место музыкант тогда не знал что аномальная зона еще напомнит о себе на следующий день мне написали в социальной сети Сереж почему ты был на концерте даже не подошел не поздоровался а просто прошел мимо я такой а вы вообще про что я в этот день был на учебе как я вообще мог там быть находиться я жить вам сразу сказал то что я не пойду но они соответственно мне не поверили потому что они меня во очи увидели вот я прям перед ними стоял как они говорят Сергей решил что ребята тогда обознались и приняли за него какого-нибудь похожего человека но через пару часов Сергей сам столкнулся со своим двойником днем не помню точно во сколько прогулился по мосту остановился там очень красивый просто вид и тут увидел просто человека очень похожего на меня даже можно сказать в той же гортке в которой я иногда одеваю чтобы рассмотреть странного незнакомца Сергей решил подойти поближе сомнений не оставалось это его двойник когда пытался дотронуться просто испарилась этот человек просто испарилась считается что встреча с подобным призраком предвещает беду историки приводят массу примеров когда перед смертью человек видел своего двойника один из наиболее известных случай с российской императрицей Екатериной второй самый нашумевший случай с дуппельгангером с дублем человека это конечно случай со смертью нашей императрицы которую якобы ну скорее всего так и было об этом гласят летописи летописные источники которую видели перед смертью разгуливающей по своим покоям в то время как было достоверно известно что она находилась в спальне то есть одновременно в двух местах смертельная опасность нависла и над музыкантом Сергеем Болдыревым через неделю после того как он встретил своего двойника группа должна была играть в молодежном клубе до выступления оставалось меньше полутора часов нужно было спешить чтобы успеть на противоположную часть города где находился клуб неожиданно Сергей попросил остановиться жутко пересохло в горле мы остановились буквально на пять минут возле ларька купили воды сигарет понятное дело потом выехали на МКАД через несколько минут ребята поняли что эта остановка спасла им жизнь выехав на МКАД они увидели страшную картину ужасная катастрофа просто авария произошла там машин где-то пять было в смятку просто одна за одной и вот она только-только произошла эта авария буквально может быть минут десять назад то есть если бы мы не остановились у этого ларька возможно мы бы как раз и попали в эту аварию после этого случая Сергей никогда не видел своего двойника однако другим ребятам которые оказались в аномальной зоне удалось не только увидеть таинственных допельгангеров но даже заснять их на камеру мобильного телефона меня Аня не поверила и тогда Регина показала фотографию на дисплее телефона я была в шоке потому что человек настолько похож на меня и по одежде и по внешности в тот день девушки собирались поехать за город и полетать на воздушном шаре но решили отказаться от экстремальной поездки так как были наслышаны что допельгангеры могут предвещать несчастье откуда эти двойники берутся и разумеется не знает никто специалисты изучающие такое явление как допельгангеры отмечают пугающую тенденцию с каждым годом все больше и больше людей встречаются со своими двойниками а это значит что грань между нашим и потусторонним миром становится все тоньше возможно скоро эти миры встретятся и человек наконец-то победит смерть и будет жить вечно субтитры